Я Илюхин Виктор Иванович, депутат Государственной Думы. Сегодня хочу сделать официальное заявление. 25 мая 2010 года ко мне по телефону дозвонился неизвестный мужчина и заявил, что ему известно о том, что группа ученых вместе со мной проводит исследования обстоятельств, связанных с расстрелом польских офицеров. Он попросился о встрече, и когда эта встреча состоялась, то он прямо заявил, что дальше терпеть не может, и он хочет внести ясность в те события, которые происходили тогда, в 40-х годах, и те события, которые происходили уже в наши дни, и особенно в начале 90-х годов прошлого столетия. Он заявил о том, что он участвовал в большой группе специалистов, специализирующихся на подделке исторических документов, и в том числе он заявил о том, что он непосредственно вместе со своей командой сфальсифицировал, если верить его утверждениям, так называемую записку Берия от 1940 года, марта месяца. Он нанес на эту записку подпись Берия, одновременно на этой записке от имени Сталина, от имени Молотова-Маленкова были внесены еще другие их фамилии. В частности, он заявил, что эту записку он изготовил по предложению, которое следовало из Кремля. Текст, отработанный текст этой записки ему был представлен, и они должны выполнить, были его команда, только лишь в техническую сторону. Отмечу, что по его высказываниям, эта команда была собрана в начале 90-х годов прошлого века, и базировалась она в поселке Нагорный, там, где располагались раньше дачи ЦК КПСС. Вот эта бригада как раз и специализировалась на подделке документов. Работала она несколько лет, с 1991 по 1996, а потом она в своем расположении была передислоцирована в другой регион, недалеко от этих дач. В этой команде, по утверждению заявителя, работали представители спецслужб, российских спецслужб, а также работники аппарата президента Российской Федерации. Он не мог назвать всех фамилий, но вспомнил несколько фамилий, и в частности, по его утверждению, тексты для сфальсифицированных документов, архивных документов, ему представлялись от имени Пихоя, бывшего главного архивиста Российской Федерации, Михаила Полторанина, бывшего сотрудника, соратника, как говорится, Бориса Ельцина, упоминалась фамилия и Георгия Рогозина, заместителя Коржакова по службе безопасности президента. За работу комиссия получала, каждый член комиссии получала огромные денежные суммы. Он не исключает, что эта комиссия до сих пор работает, и по его мнению, его комиссия, а также группы другие, которые занимались тоже такой же фальсификацией дел, вместе с шестым институтом, военным институтом Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, подготовили сотни тысяч листов фальсифицированных документов и вбросили их в архивы Российской Федерации. И сегодня очень сложно отличить, где же подлинники, а где же сфальсифицированные документы. И он заявил, что у него вызывает иногда иронию, когда цитируют или ссылаются на документы с фальсифицированной их группой, их командой. Я отмечу, что этот заявитель утверждал также, что была сфальсифицирована и записка Шелепина от 1959 года, тоже марта месяца, в которой якобы Шелепин предлагал Хрущеву, руководителю Компартии, уничтожить так называемые архивные дела на польских офицеров. Он заявил, что текст записки был изготовлен неким полковником Климовым, и в подтверждение этого он сказал о том, что образцы его почерка всегда можно найти и провести подчерковеческую экспертизу иные экспертные заключения. Он отметил, что в подделках документов они использовали только лишь материалы, которые были на тот период, на период 40-х годов, 30-х, 40-х годов. Вся подделка исторических документов касается советского периода, и, по сути дела, было допущено искажение советского периода в тех документах. Одновременно с этим он представил ряд бланков того периода Коммунистической партии, большевиков, ее Центральный комитет, вот с такими надписями и прочее. Надо, кстати, отметить, что вот записка Берия, а точнее выписка из решения Политбюро ЦК ВКПБ была изготовлена действительно на подобном бланке. Были представлены мне им ряд других выписок с бланками, просто бланки чистые, которые были готовы для любой фальсификации, для нанесения этого текста. Одновременно с этим человек, который обратился ко мне, представил ряд оттисков, штампов и печатей. Штампов и печатей тоже 40-х годов, которые используются якобы при изготовлении документов от имени Компартии, от имени НКВД и других структур. По его утверждению, все эти штампы фальшивые. Здесь есть изготовление подписи Сталина, изготовление подписи Берия. Как он говорил, достаточно намазать определенным жидким покрытием, поставить на нужный документ и подпись, которую вряд ли кто и когда из криминалистов отличит. Действительно, подделка, мягко говоря, сделана, выполнена на высочайшем профессиональном уровне. Одновременно с этим он представил мне вот архивное дело из спецфонда, дело номер 27, том 7. Рассекречивание не подлежит, хранить вечно и так далее. У меня возникает только лишь один пока вопрос. Если был обеспечен режим сохранности этих документов, если их хранить вечно, не рассекречивать, то как эти документы, как эти папки попали, мягко говоря, на волю, находятся, гуляют сегодня по России? Чтобы не быть голословным, я могу показать вам на документы, которые сформулированы, или на документы, которые содержатся в этой папке. Я внимательно изучил их и могу сказать, все они относятся к предвоенному периоду 1941-1941 годов. Здесь речь ведется о нашей боеспособности, боеспособности Красной Армии, о происках так называемых шпионов и так далее. Заявитель утверждает, что многие документы из этой папки тоже сфальсифицированы, сфальсифицированы с одной целью, для того, чтобы скомпрометировать Сталина. Дескать, службы безопасности в то время Советского Союза, НКВД, МГБ и прочие докладывали Сталина о возможном нападении, но Сталин не предпринял никаких мер. Сегодня перед нами возникает удивительный вопрос. Как быть? Что делать с этими папками и документами? Отмечу, что, конечно, они должны быть подвергнуты очень тщательному экспертному исследованию. Но я не верю, не верю в искренность наших криминологических служб, не потому, что там профессионально непригодные люди, не потому, что там нечестные люди. Просто этим честным людям не дадут сделать правильные выводы, перечеркнут все то, что, как говорится, отражает истину. Но в заключении я хотел бы сказать, это огромный ущерб нашей архивной авторитету, нашей архивной службы. Это подрывает, как говорится, доверие к тем архивным документам, которые там содержатся. Но еще раз я отмечаю главный вывод о том, что после распада Советского Союза в России нашлось очень много недругов, которые забыли о том, что Россия – наследница Советского Союза. И то, что сегодня делается попытка исказить советский период, это, по сути дела, уже удар по России, по истории нашего великого государства. Я отмечаю, что если действительно все это подтвердится, будем мы находить свои возможности экспертного исследования, то возникает главный вопрос. А на что же опереться и на какие документы можно взять за основу те документы, которые хранятся в их архивах? Я еще раз заявляю, что то лицо, которое обратилось ко мне, сообщило о том, что в архивы Российской Федерации внесены сотни тысяч страниц фальшивых документов. По сути дела, доверия к нашим архивам уже не остается. Продолжение следует...